А вот и Мишка залетает. Сейчас серия начнется. Погнали. Ага. Доброе утро, народ. Мне позвонил Миша, честный перекуп и говорит, Лех, что-то у нас все серии начинаются скучно и однообразно. Давай что-нибудь новенькое. Ну вот, пожалуйста, что-нибудь новенькое. Я на каршеринге. Кто я такой? Алексей, медиа-менеджер, оператор, видеоблогер, хотел сказать, видеомонтажер. Вот, в общем, перекуп в компании Чест Афта. И я еду в Венил Раш и сегодня будет круто. Сейчас увидим Мишу. Друзья, всем привет. В прошлый раз я обещал продолжить рассказ об изменениях своей Бэхи. Сегодня она изменится кардинальным образом. Увидите все чуть позже. Кроме того, я расскажу о новом направлении в нашем детейлинге. Короче, не будем тянуть. Поехали к моему товарищу Алексею и все увидите. Красивенько. Ой, а у меня мох такой же дома. Прям такой же. Мы находимся в Венил Раша. Здесь я буду клеить свою машину совершенно в другой цвет. Вернее, не другой. Не в этот автопор. В общем, сейчас придет Леша. Нам все здесь покажет, расскажет. Пока мне все нравится, красиво. Здесь я буду делать новый цвет своей Бэхи. Привет. Привет. Рад снова видеть. Короче, это Алексей, владелец вот этой всей студии, вот этой всей корпорации. Потому что здесь реально круто у тебя, очень уютно. Видно, что всякие штуки сделаны с душой Лего. Я тоже, кстати, любитель Лего. Еще Леша любитель автомобилей. Такой же, как и я. У него интересная машина, но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Посмотрим на твою BMW, на твою Audi. Короче, будем клеить у тебя мою треху. Мы же были у тебя вчера. Нет, позавчера, получай. Позавчера. Позавчера. Короче, сейчас мой мастер-детейлер проходит у вас третий день обучения. Я думаю, у него же сейчас все намного лучше получается. Но как это было в первый день, я предлагаю посмотреть прямо сейчас. Вчера. Нет, позавчера. Саша классно рассказывает. Всякие углы, праймеры, обезжирки. Ну ты уже смог бы попробовать? Понятно, но очень интересно. Работа кипит. У ребят закончилась теоретическая часть и пошла практика. Пойдем посмотрим. Тут прям движуха такая. Там клеится Урус, а тут от него бампер. Давай посмотрим, что там в бампере от Уруса сзади делается. Колхозные сеточки сюда прилепили. Хотя, с другой стороны, они защищают. Там каждый радик, наверное, стоит космос просто. Вот, значит, кто смотри, значок Lamborghini, ты спишь? Формированный. А, вот даже не Audi. Не Audi, да. Всякие блоки, наклейки. Вот здесь какая-то наклеечка. А, здесь тоже, видишь, формовка Lambo. Позволило нам создать определенный пункт правил, по которым можно работать, можно анализировать. Смотри, Мишаня, у них даже шоколадки брендированные. Давай тоже сделаем. Надо Евгении Павловичу с предложением. Ну, он любит всякие штучки такие. Классика! Так, ну а сегодня уже, вон, учится третий день. Все получается намного лучше. Пойдем посмотрим в класс обучения, а заодно посмотрим, как у вас здесь вообще что и как. Расскажу, у вас куча крутого, дорогого оборудования. Я уже все это видел, но хочу показать ребятам, зрителям. Потому что у вас какие-то печатные станки, пленки, склады. Пойдем посмотрим всю эту историю. Так, Леш, ну что, рассказывай, как у вас здесь? Ну, в общем, наше владение, да, то есть это наш вход. Тут у нас Аллея Славы. Мы весь этот ремонт делали сами полностью, дизайнировали. Мне очень нравится вот эта идея. Я бы даже себе взял в зал ожидания. У нас тоже сейчас делается клиентская зона, и вот эта идея мне прям очень понравилась. Тут много еще всяких штук, которые не реализованы. Здесь у нас барчик, можно там заказать. Ну, смотри, там эти булочки, сосисочки, все прям классно. У нас есть своя кухня прям для сухих. Мне вот ваши диваны очень понравились. Мы сейчас как раз делаем ремонт тоже, и диванчики вот прям очень аккуратненькие, по размеру хорошие и пока приятные такие. Что же, а какие простые? Это вообще выбор, все эти мебели, чтобы она и как-то поправится. В общем, здесь у вас образцы пленок, я так понимаю. Тут лего, кто хочет, может посидеть, разобрать, собрать, да, время убить. Здесь всякие рекламные демонстрационные штуки, я так понимаю. Да, вот тебе надо тоже такую же будет штуку поставить, чтобы можно было так вот делать. Как раз, там вот. Подожди, это получается имитация типа... Это пленка, это без пленки. То есть вот что происходит, да? Ничего себе. Придолгий пескострой. Ну, разница прямо очевидна. Это полиуретан, да? Да, да, просматривая. Ну, специально, чтобы было легче понять, где пленка, где нет. Классная штука. Так, а это что? Давай заглянем. Можно заглянуть? Смотри, видишь, на доске все как распланировано, все серьезно. То есть здесь сидят, в общем, люди конкретно работают. Да, на что хочу поставить акцент? Вообще, максимум того, что мы здесь пытались реализовать, это везде, где возможно, применить пленку. Допустим, да, вот если мы вернемся, вот этот столик, и все наклеен пленкой, поверх наклеен ламинатом под дерево с антимикробным эффектом. То есть пленка антимикробная, на ней есть все сертификаты на ковид, на всякие стафилококки, всякую, короче, вот эту вот историю. То есть не надо брызгать, что ли, ничем, или как это? Ничего не надо вообще обрабатывать, она абсолютно стерильна. Более того, все терминалы пополнения карты Тройка, метрополитеновские, вот эти сенсорные, они все оклеены этой пленкой нами, на всех станциях метрополских. Какая история. То есть вы прямо в тендере участвовали? Да, мы создавали полностью весь продукт, потому что, но его нет, это единственный производитель французских Xexus, у кого она есть вообще в мире, произведенная, эта пленка, когда сейчас начали там ее повторять, но вот там ту кипу сертификата... Ну я не очень представляю, как это работает, ну что, если я вот так вот взял, плюнул сюда и все, микробы умерли или как? А суть в чем? В пленке, в структуре пленки, ионы серебра, которые при попадании бактерий не дают возможность ей размножаться. Не могут бактерии размножаться, они, соответственно, погибают. Вот это нанотехнология. То есть это все, ну, как выказано. А вообще я это сделал так, чтобы вот это было кабинет. Ух ты! Состав. Подожди, а это типа твоя машина или нет? Это повтор дизайна. У Леши есть Audi R8, и он повторил ее дизайн даже по оклейке на вот такой миниатюрной модели. А здесь все машины, собранные из фильма «Форсаж». То есть вот мы видим знаменитый чарджер. А где ты их? Ты их заказываешь где-то или где? Короче, вообще это такая история. Или тебе дарят все? Как-то есть, да, подальни, а есть такая история, когда я там приезжаю куда-нибудь в какую-нибудь страну, люблю зайти в какие-нибудь вот магазинчики коллекционные, да, и вот оттуда периодически приводят. Слушай, ну это же прям вообще, я не видел никогда такого. Это же, ну, не детская машинка. Вот, например, это откуда? Это коллекционная тачка. Ой, я не скажу тебе откуда. Я тебе могу точно сказать, что, допустим, вот ты из крестного отца, и я тащил ее с, по-моему, с Лондона. Вот эта была тачка. Эту я покупал на Формуле-1, когда мы были, мы клеили гонку поддержки, Формула-1 полностью. У нас там там логотипы наши, все там дела, там, я награждал как раз там за третье место, и вот я там пил, так, на память, скажем так. Очень круто. Вот это вот мне интересно откуда? Это машина моего детства. Ты из детства. Год моего рождения, то есть мне там, я не знаю. Слушай, а я не помню, чтобы такое продавали. На год, на, ну, короче, мне подарили ее, я вот точно не помню, то ли это было там на три года, то ли это там на само рождение. Ну, вот именно. Я как бы сохранил тот вихранный год рождения. Я думаю, не у многих людей остаются машинки из их детства, тем более с рождения. Можно этот, это прям круто. Я поделил твою судьбу и твою рождение. 90-й год. Класс. Слушай, ну, здесь прямо у тебя очень атмосферно, круто. Так, Саня, ты разминаешься, да, пока это? Так, ну, здесь у нас проходит обучение, здесь как раз вот Антон, наш мастер детейлер, сейчас на практике учится клеить полиуретан. Саш, ну, как у него? Получается что, нет? Да. Не может не получаться. Но сегодня третий день, как увереннее уже все. Третий день обучения, как-никак. Знаешь, на самом деле направление очень крутое. Вот я что хочу сказать, что мы сейчас искали мастера оклейщика по пленке, и вот когда надо было найти детейлера, именно человека на детейлинг, людей много откликается. Найти хорошего мастера по пленке, вот честно, это вообще оказалось очень непростой задачей. То есть, востребованные, очень востребованные люди. Сейчас, когда ты следующим этапом начнешь искать менеджмент себе туда в команду, это будет следующим узким горлышком. Потому что одно дело найти ребят, которые будут клеить, а другое дело сделать так, чтобы это направление было прибыльным, и чтобы поток машин увеличивался, качество сохранялось, и все было своевременно. И вопрос по менеджменту, он очень глобальный. Поэтому мы сейчас тоже лончим курс по менеджменту. Где-то в октябре у нас будет новый курс, именно только там, либо для топов, для менеджеров студий, для руководителей, для тех, кто будет управлять. Короче, ты намекаешь, что мне имеет смысл тоже, да? Это следующий этап. На самом деле не исключаю. Сейчас я уверен, что в преддверии зимы у нас эта история в детейлинге пойдет 100%, я думаю, да, ребят? И почему бы не пойти, не повысить свой скилл? Я только за. Если приглашаешь, то приду. Сейчас, чтобы вы понимали, вот этот цех поклейки, он заполняется. У ребят каждую пятницу генеральная уборка, все машины выгоняются, помещение полностью очищается, и потом постепенно, плавно машины обратно заезжают. Поэтому сейчас мы идем в типографию, а потом вернемся сюда. Сколько лет тебе было, когда начал? 20. В 20 лет. Классно, молодец. Вообще, честно, у нас эта серия планировалась как оклейка моей BMW, но чем больше мы здесь гуляем, тем я понимаю, что зрителям, наверное, вот интересно как раз вот это получить какую-то мотивацию, услышать твою историю. И я не хочу, чтобы это выглядело как реклама Лешиной компании, просто на самом деле, когда видишь, как человек в достаточно молодом возрасте добился таких успехов, я могу сказать, что это успех, точно, то это вызывает и интерес, и, конечно, вот, ну, с моей стороны уважение. Мое почтение, молодой человек. Мое почтение, Ира. Смотри, сколько стоит пленок, да? Все они белые, все для печати, и все они разные. То есть есть там мономерная, полимерная, литая. Вот это все разные пленки? Да. Ну, тут понятно, есть какие-то повторяющиеся, но в целом они все тут разные. Разные высоты, разного качества, разного предназначения, с разными клеями, с разной силой клея. Я просто понимаю, что это отдельный выпуск. Я даже не знаю, что из этого вырезать. Это вообще и мотивационно очень, и, ну, прям круто. Или мы просто сделаем выпуск побольше тогда. Будет просто бомба! Вот у нас есть вот такие вот капоты, да? Как вот мы смотрели, вот эту штуку, которая бьется, да? То есть это капоты демонстрационные, которые мы отдаем там нашим клиентам в автосалоны, да? Где они там показывают своим клиентам, как важно защитить машину пленки. Подожди, Леш, самый это вопрос, самый вообще такой, вот прям запар реально такой, какая работа была у вас? Пойдем туда и там расскажешь. В чем была сложность? Мы сначала вырезали цветок, то есть плоттером. По контуру, что ли? Ну, вот да, контур цветка. Ну, понял, вот это очертание, короче, цветка сделали. Наклеили очертание цветка на капот, бампер, задели крылья. Короче, наклеили вот сюда вот эту плоттерку. Потом, получается, вслепую, вслепую клеили поверх цветок, так, чтобы он совпал. Ну, то есть, просто это очень сложно, то есть совместить, несмотря совместить рисунок, получается, верхний с нижним. В общем, кончилось обучение, и ребятам получают сертификаты, подарки на память. Чуть-чуть уровень. Ну, дорогая душа. Слева. С подождением. Слева. Ну, давай не будем тогда, ребят, задерживать, будем загонять мою машину и обсудим, что и как мы будем с ней делать. Так, а вы здесь уже, я смотрю, с моей что-то тут размечаете. Ну, да, ты берешь вот эту. Че вы делаете? У меня лицо было, наверное, да? А прикинь, они не успели бы заклеить, а ты такой раз и... Мы все продумали. Вот так рождается ценность, понял, да? Короче, это объяснение того, почему поверх цвета, который мы будем менять на этом автомобиле, мы еще этот цвет сверху защитим пленкой полиуретановой. Верно? Ну, однозначно, да. Давай, мне же Аня давала цвет, я сейчас цвет тебе хочу показать, какой мы выбрали. Касаемо этого цвета, я тоже думал над оттенками всякими серыми, зелеными, но это уже немножко попсово, а вот в такой... И я, знаешь, что в конечном счете, мне на самом деле белые нравятся. Но тут я еду в пробке, и ты не представляешь, я оказался в какой ситуации. Передо мной белая трешка, сзади меня белая трешка, и сбоку от меня белая трешка. И мы едем вчетвером, прикинь, вот так вот в пробке, просто три, четыре одинаковые машины. И моя отличается вот только колесами. И я такой сижу и думаю, так, все, надо клеить, прям точно. То есть до этого было такое делать, не делать, по итогу решил делать. И знаешь еще в чем прикол? Моя первая машина была Жигули трешка, и она была голубого цвета. Вы вообще практикуете, вот на самом деле, те, кто заклеивают цветной пленкой, люди чаще всего сверху делают полиуретан или нет? Все зависит от того, как эксплуатировать, сколько эксплуатировать там и так далее. Вот сейчас мы недавно для Лепса делали ГЛС, там купил ГЛС Майбах, и мы ему делали два цвета. Для Лепса певец, который прям... Да, для Григория. Я не знаю, как тебе, что тебе на это ответить. Григорий, он сам приезжал? Нет, через помощника он делал несколько машин. И как раз таки вот мы делали ему два цвета. У него есть Rolls-Royce двухцветный, такой бежевый и бордовый. И мы сделали ему ГЛС в таком, что тоже с проемами оклеили, и потом поклеили, ну, то есть броня, наверное. Такой только у меня и у Лепса, да. Чистый такой респект, да. Перед зимой вообще, на самом деле, когда вот этой крошкой особенно посыпают дорогу, вот это прям... Когда у тебя машина в Полиуретане, ты едешь такой нормально все. Или вот эти, знаешь, машины, которые раскидывают вот эту крошку в бока, это прям... Для человека, который любит свою машину, это, знаешь, ты едешь, а тебе этот камни... Попробуй порвать. Да ну шо, я Брюс Хлебников, что ли? Это он книжки рвал, помнишь, такой был? Сейчас, подожди. Прикинь, раз и порву сейчас такой. А, ну все, вот, порвал. Все, порвал, смотри, все, видишь? Нет, не могу. Кто пробовал, тот знает. Мне нравится, хорошая вещь. Держи. Пошли, кстати, на улицу, потому что очень интересно посмотреть на Лешину М5. Было солнце, а сейчас все, прошло полчаса, и у нас дождь. Но я все равно хочу показать вам Лешину BMW M5. Ты не стой, не только мать. Очень прикольный дизайн, прям такой агрессивный. Стиль, стиль. Я так понял, тебе нравятся вот эти бежевые цвета, да? Тоже вот так вот, такие оттенки песочного. Но у тебя, короче, есть любовь к BMW, я так понял, к хорошим колесам. Я вижу диски правильные. Дизайн тоже классный. Слушай, руль какой-то у тебя тоже тюнинговый весь такой. В общем, Леша понимает толк в классных машинах. У него BMW M5, вот такая красивая, заклеенная. И еще у тебя вот это Audi R8, и я так понимаю, она у тебя тоже кучу дизайнов сменила, да, за это время? Кстати, тоже очень интересный дизайн, и он такой матовый хром какой-то, но не очень яркий. Короче, она оклеена в хром серебристый, очень давно уже. И просто поверх хрома я меняю дизайн. А это хохлома, о которой я тебе говорил. То есть, посмотри, со стыковка. Раз, стык. Слушай, посмотри, реально, стык обалденный просто. Там все просто. Вот здесь смотри. Раз, стык, два, стык, три. Вот, понимаешь? А-а-а. Четыре стыка. Подожди, четыре. Раз, два, три, четыре. И вот это все нужно совместить. В общем, Леш, очень интересно с тобой беседовать. Пойдем. Ну что, оставляю трешку в надежных руках у ребят. Мы едем сейчас за обвесом, который будет установлен на эту трешку. И скоро сюда вернемся. Короче, приехал обвес. Перформанс, про который я говорил, его прям привезли сюда, ребята. Сейчас мы его встречаем и будем мерить на тачку. Так, ребят, это Рамиль, представитель компании BNP. Ребята привозят аналог. BMW Performance делается все в Китае, в заводских условиях. Но, как выяснилось, китайские копии бывают совершенно разного качества. И ребята занимаются именно копиями премиум класса. Вот сейчас мы все распакуем и посмотрим, насколько не обманули. Если будет плохо, я не буду ставить. Не обижайся. Ну все, тогда что? Все, погнали. Мне что же интересно? Нет, мы можем вот это все, пока это в своем мире профессиональное. Своим изделием смотрят. Можем примерить на морду вот так вот прислонить. Слушай, ну прикольно. Клиренс, правда, вообще, да, маленький получается. Но мне нравится, на самом деле, аккуратно, приятно смотрится. Так, давай, ладно, что дальше? Ну, они на том же заводе, того же качества, правильно? Да, да, соответственно, это ABS-пластик. Они короткие, они на весь. Не-не. И перформанс идет короткий. Почему? Потому что, во-первых, это а-ля дизайн, и, во-вторых, из-за подсветки. Вот эти делаются. За среди подсветки. Ну, то есть покраска, короче, для перфекционистов придется перекрашивать. Потому что вот сейчас светит, я по покраске не вижу косяков. Ну, отсюда не видно. Насадки. Честно, как вы приходите оригинал, чтобы сравнили именно по весу, по исполнению, по всему. Это точно какой-то оригинал. Здравствуйте, да? Да. У меня насадки круглые. Это насадки такие трапециевидные. Ну-ка. Да вообще офигенный. Ну, пожалуйста, выводим. Он даже как черный хром какой-то, да? Да, он специально покрашен, соответственно, термостойкой краской. То есть не просто черный, а прям реально черный хром какой-то такой. В общем, вот такой выхлоп будет. Солидно? Анаконда. Это что за анаконда? Это что за? Ребят, кому вопрос, в общем, актуальный, вот здесь будет инстаграм, ребят. Обращайтесь. Я думаю, что, ну, мне качество лично понравилось и ребятам, кстати, тоже. Слушай, а, ну, если вдруг что-то происходит, там, допустим, я вот повредилку, кусок диффузора или кусок, там, один порог или какое-то там крепление, какая-то рамка повредилась, у вас отдельно это все продается? В отличие от других компаний, мы всегда идем на встречу, и у нас вы можете приобрести любой элемент, хоть болтки, хоть винтик отдельно. И при том, что тем клиентам нашим мы делаем это по совсем лаверинцам. Ну, отлично, круто. Но, на самом деле, суть здесь, вообще, задача была не в том плане, что сэкономить, а повторюсь, что я хотел вообще изначально заказать оригинал, но передней губы в наличии в Москве не было. Я начал искать варианты в интернете и наткнулся вот на ребят, компанию BNP. Почитал отзывы, все пишут, что прямо огонь, и вот мы сегодня решили попробовать посмотреть. И, честно говоря, ну, глядя на качество и за эти деньги, вообще, вообще прям огонь. Сколько вот это все обходится? Какая цена вот на... Ну, давай, смотри, значит, у нас спойлер 5 тысяч рублей, губа передняя, это получается 13, пороги 9, это получается 22. 22 и 24, это у нас 46, и накладки на зеркала 46 плюс 52, 52 тысячи. Ну, и еще и решетку переднюю, да, посмотрим. Ну, слушай, все равно полтос, как бы, за все вот это вместе с насадками, ну, вообще... Или 200, да? Ну, да. В общем, друзья, мы уже здесь как дома, на самом деле, это следующий день, процесс оклейки идет полным ходом, в цвет, я имею в виду. Пойдем посмотрим, как получается. Ооо, вот она. Слушай, ну, 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 она такая... Давай так оставим. А прикольно, да? Ну, покажи отсюда, давай прям. Бэм! Слушай, я смотрю, у вас даже свой фирменный скотч. На самом деле, вот эти вот мелочи, которые ребята уделяют внимание, вот этот, везде их брендирование, какие-то штучки, ручки, дрючки, даже, блин, скотч свой, я в шоке, вообще ни разу не видел свой скотч. Слушай, ну, мы пришли, на самом деле, ну, посмотреть, как идет процесс, и попробовать что-нибудь заклеить, помешаться тебе, там, знаешь, там, поспрашивать вопросы всякие глупые. Можно будет? Чуть-чуть? Да. Чуть-чуть, 10 минут, 20. Вопрос того, что вам дать поклеить. Почему режет он, а не дышу я? Дыхание задержал, и все. Машина практически поклеена, осталось положить слой полиуретана, добавить элементы перформанс, и мы увидим готовый результат. Если вы цыгане с медведями там готовите, красную ковровую дорожку, или что, фанфары, оркестр там сейчас будет, что-то, что-то. Ух, все, так, ну что, погнали. А что, повязка, повязка, как надо делать? Я еще раз, я не смотрю, я не смотрю. Все, не смотрю. Нам надо какую-то эту тупу придумать, чтобы проверить. Ну, я, блин, взял и все увидел в это зеркало. Я не смотрю. Все, короче, я смотрю, а не могу. О, ни хрена. Вы просто топовые. Очень крутые. Охренеть. Блин, как. Почему их с заводов такой цвет не красит? Это же охренеть цвет просто. Короче, вообще цвет просто, просто охрененный. Я вообще хотел, ну, у меня в голове был вообще другой цвет. Ну, не вообще, но он был чуть-чуть другой. Он такой более... Когда мы выбирали, ты помнишь? Он был более голубой какой-то, а этот такой чуть-чуть поплотнее. Ну, как он с черным глянцем смотрится вообще просто охренеть. Вот она охренеть гладкая-гладкая прям. Уже все излапал, блин. Ну, ладно. Охренеть. Охренительно. Охренительно. Класс. Слушай, ну, мне прям очень нравится. Кстати, смотри, как встали эти. Ну, обвес встал вообще суперский, да? Ой, вот здесь вот эти крылышки. Или как это назвать? Ой, выхлоп от 340. Вообще, короче. Кайфуха. Если ты посмотришь на свет, то ты увидишь, что вот здесь есть некая шагрень. Да. А здесь ее нет. Да. То есть вот эта вот ПВХ-пленка, да? То есть это просто хексис ПВХ-шка. А это как раз-таки бодифенс. Черный глянцевый полиуретан. Вот и разница. За счет вот этого кэнди цвет и появляется вот такой вот прям насыщенный, глубокий. А Саша здесь или кто? Ну, кто делал-то? Кому всех обнимать сейчас будут слова? Тебя спасибо. Леш, просто вообще прям кайф. Спасибо. Вообще обалденно просто. Самое главное, что ты кайфуха. Ну, вот знаешь, вот именно цвет вообще. Просто вот прям ни дать, ни взять. Вот это именно то, чего вот прям хотелось. Представляешь, да, сейчас в потоке, как она будет выглядеть? Она просто вообще. Будет зима, все будут ездить одинаково. Не, я зимой теперь не буду, я на зиму и не буду ездить. Все, я теперь поставлю, покрывало одену и все. Я говорю, она прям как по учебнику сделана. То есть два цвета. Дисочки матовые, приглянцевые покрытия. И даже диски, то, что не полностью черные, а вот с кусочками алюминия, она вот, ну, они разбавили этот вот, ну... Ну, она как раз на парах, она присутствует, этот алюминий там на передних, задних, да. То есть вот это сочетание там на значке. Она блестит вообще, она, ну, я ее... Лех, мы забирали с тобой вместе машину, она так не блестела. Хотя эмоций таких не было, когда ты ее забирал. Да ты что, я бы вообще обосрался, если бы я бы ее такую забирал с салона, ты что? Я просто не могу представить, как эта тачка будет смотреться в потоке на улице. Я думаю, пора на это посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже несколько дней я езжу мою машину. На этом автомобиле машина привлекает кучу внимания. Это настоящая цветотерапия для глаз. Я уверен, что на мониторе сейчас вы видите цвет по-другому. Не так, как я смотрю на него вживую. Но цвет получился просто бомба. Но знаете что? Основной историей в этой серии стал даже не сам цвет автомобиля и смена его внешнего облика. А основное стало для меня знакомство с Алексеем, с его компанией, знакомство с ребятами, которые занимаются обвесами для этих BMW. Это новые знакомства, новые люди. Это определенная мотивация для меня. И, надеюсь, такая же мотивация для вас заниматься каким-то интересным, любимым для вас делом. В общем, на этом мы заканчиваем. Надеюсь, серия вам понравилась. До новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»